здравствуйте с вами романов сергей и в этом уроке мы с вами начнем разбираться со сплайнами начнем с самого простого это готовые сплайновые формы каким образом найти их ну точно также через через главное меню create создать shapes форма и выходим на эти сплайновые формы или же через командную панель create создать тоже shapes форма сплайны и получаем выход на эти сплайновые формы первая вкладочка это линия мы пока ее трогать не будем займемся и позже а вот следующие а у нас идут готовые сплайны за исключением последней команды а секции но она немножко чуть-чуть специфическая она имеет конечно отношение к сплайновым формам но коротко поговорим о ней в данном случае эта команда при помощи этой команды можно создать любое сечение любого предмета ну вот это коротко так если сказать ну а так и разберем наверное в другом разделе мы приступим к сплайновым формам перейдем полноэкранный вид и первое сразу здесь вот что идет после линии прямоугольник циркуль это окружность но перечислять я думаю смысла нет то мы немножко потратим время разберемся нам больше построение каким образом и при помощи каких инструментов можно построить эти сплайновые формы ну и начнем сразу же с прямоугольника прямоугольник нам сразу открывается куча свитков начнем с самого низа здесь в данном случае у нас идет параметры прямоугольника так как у нас сейчас мы построим его прямоугольник параметрический то есть то есть мы имеем параметр мы вот сейчас в интерактивном виде построили как бы мышкой и можем здесь взять и подправить этот прямоугольник плюс еще углы скругления следующая вкладочка идет это мы можем создать этот прямоугольник при помощи ввода данных с клавиатуры здесь задается точка отсчета параметра xyz то есть в данной системе координат которые мы строим и также длина высота и скругление углов ну вот давайте попробуем даже так то возьмем здесь допустим там 30 сантиметров на 40 вот такой вот да и create создать вот мы получаем этот данном случае прямоугольник точка отсчета как раз а нулевая точка оси координат далее что у нас идет здесь методы создания то есть вот у нас стоит галочка от угла то есть вот мы берем и строим от какого-то угла прямоугольника если мы переключимся от центра то вот допустим вот здесь у нас будет центр щелкаем здесь и от этого центра мы строим прямоугольник а следующая вкладка интерполяция но лучше ее разобрать на другом предмете это больше уместно для криволинейных форм они таких прямоугольных и вкладочка идет рендеринг это вот наверное очень довольно таки нужная вкладочка что здесь вам понадобится но в основном вот эти две вкладочки верхней то есть показывать при рендеринге и показывать его в юпорте что такое показывать при рендеринге так сейчас мы уберем все вот это нам не нужно и возьмем опять тот же самый прямоугольник и нарисуем и возьмем визуализируем все это хозяйство и ничего мы в данном случае не увидим потому что у нас программа векторная и все наши вот эти вот построения они не имеют материальной основы вот для того чтобы это все можно было увидеть и существуют вот эти две команды то есть нажав на первую поставив галочку приспособить при рендеринге и нажимаем рендеринг и мы видим в данном случае наш прямоугольник следующая вкладка а показывать в в юпорте нажимаем и мы уже видим интерактивно в данном случае то что мы делаем и что конкретно мы видим мы видим что программа 3d max уже автоматически выполнила команду такую но забегая вперед скажем как лофтинг то есть она взяла сечение какое-то вот радиусом в один сантиметр в данном случае вот видим где галочка стоит и выдавила это по пути а путь это как раз наша сплавеновая форма и мы получаем вот такой вот пруд круглого сечения то есть мы можем данном случае здесь изменить сечение и интерактивно видеть вот допустим уже до 6 почти сантиметров радиус можем поменять с круглого сечения на прямоугольное и также здесь менять параметры соотношения и еще в данном случае угол наклона вот таким вот образом это вот что касается у нас прямоугольника то есть мы удаляем его следующее что у нас здесь окружность то же самое те же самые команды рендеринга так мы вот рендеринга берем поставим круглый и поставим на единицу наверно чтобы нормально было видно то есть те же самые команды вот здесь уже идет сглаживание то есть метод построения давайте пусть будет от центра бог с ним построили от центра сглаживание автоматическое так метод ввода с клавиатуры в принципе тоже самое параметры здесь у нас идет радиус вот интерполяции но здесь уже можно разобраться с интерполяцией переключимся так вид сверху чтобы нам было удобнее видно далее мы превратим это сплайн редактируемый уберем эту галочку и выйдем на уровень вертексов вот а в данном случае у нас мы видим четыре точки вертексы через которые построена это данном случае наша окружность и вот сейчас вот смотрим вкладочку интерполяция что означает в данном случае вот эта цифра 6 это означает что 3d max ну начнем с того что в 3d max не существует кривых линий 3d max существует только прямые отрезки существуют точки вертексы и отрезки прямые отрезки которые соединяют это и в данном случае вот это вот четвертинка дуги у нас через четыре точки сделаны вот эта четвертинка дуги не что иное как набор прямых отрезков и вот количество этих вершин 6 что располагается между вот этими точками 3d max делает 6 вершин ну для того чтобы это увидеть мы увеличим и вот в данном случае видео то одна точка вторая третья четвертая пятая шестая но чтобы явно это увидеть мы начнем уменьшать вот допустим вот уменьшили до трех точек до двух вот между этими двумя вертексами еще два вертекса сейчас вот до двоечки ну что такое оптимизация я думаю вам понятно минимум средств максимум выразительности все сказано этими это одной фразой и адаптирование ну по умолчанию стоит шестерочка это принципе достаточно 6 вот даже вот если вот мы берем уменьшаем там вот до двух включаем адаптацию полный круг получается оптимизация это оптимальное количество что меньше грузит компьютер так ну что мы убираем и следующее что ellipse ну здесь ничего конкретно сложного здесь сейчас посветлее сделаем что видно его было а все те же самые команды рендеринг интерполяция метод ввода с клавиатуры ввод и параметры то есть ничего сложного нету убираем далее идет у нас дуга ну здесь немножко чуть-чуть разница вот один способ построения здесь немного разницы в способах построения переключаемся то есть это мы вот создаем точка точка и выводим дугу здесь идет следующий способ центр и конец и конец и вокруг этого центра описываем так здесь у нас кольцо одно второе те же те же самые настройки просто дополнительные еще формы так многоугольник но здесь разница в чем так здесь все тоже самое сглаживание интерполяция все и вот единственное что идет у нас радиус и можно переключаться с внешнего на наружный то есть метод построения вот количество грани 6 мы можем менять допустим 7 8 здесь вот и две точки вписанные и описанные то есть вот данном случае первая клавиша это когда окружность описывается по наружным по точкам и второй способ когда описывается по касательным внутри всего лишь навсего и здесь вкладочка просто превращается в окружность полностью так далее здесь звезда здесь тоже ничего такого нету здесь немножко разница в этих в параметрах то есть здесь количество здесь у нас идет смещение то есть мы видим что вот эти внутренние точки смещаются по отношению к нам к наружным так это количество вот это вот смещение идет и скругление внешних и внутренних углов текст вот это вот оригинальная вещь так более часто используемая здесь в данном случае все полностью идет настройки те же самые ну кроме самого текста то есть текст нам сразу можем ввести текст здесь свой тут вот берем отменяем по умолчанию текст макс далее что мы можем сразу щелкнуть и получить его так 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 поменяем чтобы у нас видно было и начинаем здесь форматировать здесь мы можем создать фамилию текста то есть его ну допустим тахома будет у нас так здесь у нас идет размер текста тут ну идут в форматирование расстояние между символами и так далее то есть здесь идет наклон подчеркивание но это уже форматирование когда полностью большое количество текста далее идет у нас последняя это у нас спираль так те же самые настройки только плюс еще дополнительно построим так первое это нижний радиус второе высота подымается третье верхней радиус то есть вот мы заготовочку такую сделали так сейчас мы еще посветлее сделаем заготовочку и теперь настраиваем сами параметры то есть у нас вот верхний нижний радиус верхний радиус высота количество витков вот количество витков мы берем увеличим так включим чтобы у нас видно было так вот это вот то есть мы берем увеличим количество так увеличиваем высоту чтобы у нас удобнее было видно здесь можем пружинку сделать так ну здесь изменяет направление по часовой стрелке против часовой стрелки и в данном случае вот база то есть это смещение активности вот допустим вверх смещаем активность спирали вниз какая базовая у нас до единицы сюда до минус единицы сюда базовая активность ну вот это где-то все вот эти в данном случае сплавенную формы которые мы хотели бы с вами размотреть на этом до свидания до новых встреч